привет дорогие друзья снова с вами зомбирус сегодня мы вновь возвращаемся к гайдам по оружию которые остановились из-за моего отпуска в этом выпуске я решил рассмотреть единственный 10-миллиметровый пистолет это чешский чз 75 для хомячков правильно говорить чз они сизе так как пистолет производится на заводе чешская сброевка часа 75 производится 76 года используется во многих странах как некий аналог м9 он очень популярен в соединенных штатах америки у полицейских и спецподразделений но в отличие от итальянца считается более перспективным и надежным пистолет также другие производители берут за основу этот пистолет например израильская фирма ими делает на основе чз 75 свой мини диггл под 9 миллиметровый патрон который несет имя джерика 941 в серии игр battlefield этот пистолет впервые появился в battlefield 4 по классификации этот пистолет принадлежит под классу 9 миллиметровых его конкурентами считается m9 грач и p226 хотя используют патрон 40 калибра smith and wesson для открытия этого чеха вам потребуется набрать 45 тысяч очков с помощью пистолета среди всех 9 миллиметровых пистолетов на мой взгляд чз 75 самый интересный он обладает совершенно иной моделью урона другой отдачей и темпом стрельбы если тот же грач или м9 наносит максимально 27 минимально 12 целых и одну десятую то через и нам показывают совершенно иные характеристики максимальный урон 30 минимальный 14 целых и одна десятая это все благодаря патрону 40 калибра темп стрельбы 360 выстрелов в минуту перезарядка стандартная для 9 миллиметровых пистолетов тактическая займет одну целую и 35 сотых секунды полная одну целую и шесть десятых секунды отдача горизонтальная 01 вертикальная 06 благодаря патрону sv40 чз 75 можно считать неким мостиком между крупнокалиберными пистолетами и пистолетами которые используют классический парабеллум несмотря на вышесказанное чз 75 нельзя назвать слабым пистолетом который не может конкурировать с тем же м 1911 или м9 он бьет абсолютно все например крупнокалиберные пистолеты проигрывают по скорости перезарядки и темпу стрельбы 9 миллиметровые собратья может и стреляют быстрее но на практике вы этого не заметите если только вы не разносите десятых вражеских хрипов за пару секунд так что темп стрельбы которые ниже на 40 выстрелов в минуту нельзя назвать откровенным минусом в минус можно отнести только маленький магазин на 12 патронов но это тоже спорный момент так как сейчас в игре популярен исключительно дико а дигал чизы перестреливают спокойно все же темп стрельбы и магазин на 12 патронов дают о себе знать для более результативной игры вам потребуется поставить следующие модули прицел тут все просто мушка на чиза 75 очень информативная и удобная даже для поражения противника на дистанции так что выбор у нас тут богатый ставьте что хотите аксессуары lc в любой его вариации нужен для уменьшения разброса при стрельбе от бедра данный модуль уменьшает разброс на 25 процентов дульная насадка зависит только от ваших предпочтений глушитель для любителей стелса пустой ствол для большинства или же если вам не нравится вертикальная дача которого выше чем у собратьев ставим дульный тормоз который в свою очередь избавит нас от 25 процентов отдачи целом я считаю что дебют чешского чиза 75 успешный на мой взгляд это главный претендент название лучшего пистолета battlefield 4 наравне с диглом и m9 и могу сказать что это на данный момент единственный пистолет который нельзя назвать бесполезно но думаю на этом все спасибо что смотрели подписывайтесь комментируйте ставьте лайки увидимся на поле боя пока